МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале ОБГЕНСК ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуаев. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют с 1 июля 2021 года. В региональном правительстве обсудили эту тему. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Накануне состоялся брифинг в Доме ученых. Особые возможности особенных детей. Кто поможет ребятам раскрыть их таланты? Формула Эйнштейна в исполнении жителей Первого Наукограда. 21 декабря в Калуге под председательством губернатора Владислава Шапши в режиме видеоконференц-связи состоялось очередное заседание регионального кабинета министров. Один из обсуждаемых вопросов – предстоящая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Министр конкурентной политики области Николай Владимиров проинформировал участников совещания о реализации механизма ограничения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территорию области на 2021 год. Отмечалось, что ежегодно распоряжением правительства Российской Федерации устанавливается верхняя граница роста платежей граждан за коммунальные ресурсы по каждому региону. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост с 1 июля будущего года составит около 4%, в среднем по Калужской области – 3,4%. В регионе стоимость отдельных видов коммунальных ресурсов, в том числе на электро и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обращение с ТКО устанавливается таким образом, чтобы при неизменном уровне потребления прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемые правительством России размеры. По итогам обсуждения Владислав Шапша назвал решение правительства Российской Федерации сохранить ограниченный индекс для роста цен на услуги ЖКХ важнейшим. Очень чувствительный для людей вопрос. И важно, что удалось принять решение, которое позволит жителям Калужской области не почувствовать резкий рост этих тарифов. В один из самых коротких дней в году, 22 декабря, энергетики отмечают свой профессиональный праздник. В Обнинске эта дата обрела особое значение. Полвека назад пуск котельной, первой в мире атомной электростанции, дал начало атомной энергетике. В Доме ученых состоялся брифинг для СМИ, посвященный Дню энергетика, открывая который сети-менеджер Наукограда Татьяна Леонова отметила знаковые для Наукограда события, произошедшие в уходящем году и связанные с этой сферой. Этот год еще удивительен тем, что происходят большие трансформации в физико-энергетическом институте. Мы очень ждем, что приход нового руководителя Александра Тузова даст какие-то новые горизонты. И проекты, связанные с атомной энергетикой, будут только расширяться. Кроме того, есть юбилеи и у города, которые касаются энергетики. И 22 декабря исполняется 50 лет пуску котельной. У нас открылся кванториум. И один из квантов это Energy Quantum. И это возможность для ребят понять, как же происходит развитие энергетической отрасли. Как вообще появляется энергия. Откуда? Что такое альтернативные виды энергетики? Поэтому я хочу сказать, что очень много событий в этом году связано с энергетикой. О мировых вызовах, в ответе России, на которые Обнинск примет самое активное участие, рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Скляр. Парламентарий высоко оценил обнинский потенциал подготовки специалистов для атомной энергетики, называемой в мире чистой, и использование которой в ближайшем будущем станет залогом серьезного экономического регулирования рынка. Важный шаг в этом направлении – международный форум, площадкой для которого выбран наш город. Обнинск может стать организатором международного сотрудничества атомных городов России. Еще одним грандиозным проектом для нашего города будет создание в 2021 году Музея атомной энергетики, значительная часть экспозиции которого явится в цифре. Сегодня разработка концепции будущего музея идет полным ходом. Как рассказал вице-президент Ядерного общества России Сергей Кушнарев, музей станет центром новых коммуникационных технологий, где жители и гости города смогут быть на коротке с этой тематикой и открытиями, которыми славен Обнинск. Отметив, что один из элементов музейного комплекса «Аллея атомных городов», Татьяна Леонова еще раз поздравила энергетиков. Очень хочется, чтобы развитие энергетики в городе шло быстрыми темпами, чтобы наша энергетическая инфраструктура только улучшалась. Поэтому поздравляю и всех тех, кто связан в свое время со строительством, сейчас производством электроэнергии. Праздничного настроения добавится и потребителям. Накануне своего профессионального праздника энергетики станут ближе к землякам. С начала уже 2021 года изменится порядок оплаты электроэнергии физическими лицами. Стремление к экономии должно сблизить получателей и производителей электроэнергии. Ведь теперь, решив передать оплату через чужие руки, банки или иные организации, принимающие плату за электроэнергию по счетам компании, потребитель должен будет выплатить комиссию посреднику. Стоимость электроэнергии, оплаченной компанией напрямую, останется неизменной. Эльвира Ягудинова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 21 декабря ранним утром на улице Курчатова произошла авария с участием двух иномарок. По словам очевидцев, владелец автомобиля марки «Форд», выезжая с улицы Королева на главную дорогу, не убедился в безопасности своего маневра и врезался в левую переднюю водительскую дверь «Рено». Хорошо, что в этой ситуации обошлось без пострадавших. Сотрудники дорожно-патрульной службы быстро приехали на место происшествия и оформили протокол. В 9.15 небольшое ДТП случилось во дворе дома номер 52 по улице Курчатова. Водитель за рулем кроссовера марки «Хёндай» решил развернуться у одного из подъездов, включил заднюю передачу и, начав движение, не заметил и задел припаркованный внедорожник марки «Тойота». И в этом происшествии была повреждена водительская дверь одной из машин. Около полудня нашим операторам было зафиксировано ещё одно ДТП на улице Курчатова, 42. Женщина, управлявшая кроссовером марки «Кей», выезжая со двора, не уступила дорогу молодому человеку за рулём «Форда». Удар оказался не сильным, у иномарки «Кей» отлетел номер, а у «Форда» поцарапаны две двери с правой стороны. Сотрудники ДПС прибыли по указанному адресу, оформили происшествие, и владельцы убрали свои машины, чтобы не создавать затор. В 13.30 поступило сообщение о небольшой аварии возле дома номер 87 по проспекту Маркса. По словам владельца отечественной легковушки, он вышел из дома и направился к своей машине. Подойдя ближе, он обнаружил, что бампер с левой стороны поцарапан, а на асфальте лежат осколки от лампочки поворотника. Виновник этого происшествия скрылся с места ДТП, не оставив записки. Хозяин повреждённого авто сообщил об этом инциденте в полицию. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности водителя. Нарушителю, который скрылся с места ДТП, грозит лишение водительского удостоверения. В Обнинске существует организация для детей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Особые возможности». Здесь ребятам помогают в развитии и социализации. Создано это благотворительное сообщество неравнодушными родителями Наукограда, которые воспитывают особенных детей. Янис и Филипп – абсолютные противоположности друг друга. У мальчиков и диагнозы совершенно разные – синдром Дауна и аутизм. Но они занимаются вместе и учатся друг у друга чему-то новому. Филипп довольно активный и открытый этому миру. А вот Янис наоборот – более замкнутый и неразговорчивый. Но вместе они раскрываются с разных сторон. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас есть различные развивающие занятия – ипотерапия, канистерапия. Но мы еще планируем запустить музотерапию, хореографию. Также мы изыскиваем возможности, не сидим на месте. Обращаемся в фонд президентских грантов. И вот создан был грант как раз при поддержке специалистов СПАСА. Для того, чтобы частично нам помочь где-то реабилитировать наших детей. Наша съемочная команда побывала на занятиях мальчишек, которые проводятся ранним утром. Вместе с Янисом отправились на конную прогулку, где верхом на лошади юный воспитанник показал нам, каких успехов достиг за время обучения в организации. Умело надевая колечки на кеглю и снимая с косичек лошади яркие прищепки, Янис учился определять цвета. А в медицинском центре СПАС нашу команду ждал Филипп вместе с мамой. Здесь также оказывают помощь особенным детям. Помогает в этом ребятам собака. Развивающие игры с животными способствуют тому, чтобы ребенок мог социализироваться в обществе. Работают здесь по специальным алгоритмам картинкам. Например, сначала собачку нужно погладить, затем привести в порядок и расчесать. Только после этого начинается импровизированная прогулка по кабинету и дрессировка. Завершается все тем, что дети угощают собаку в знак благодарности за хороший урок. Во-первых, это собака мотивация, мотивация для ребенка. Это позитивные всегда впечатления, всегда они радостные приходят, может быть расстроенные приходят, не с той ноги встали или еще что-то, но зато всегда уходят радостные. Дети учатся общаться с животными. Такой возможности невозможно получить с улицы. Вот это аттестована собака. У нас их три и три аттестованы. И дети в первую очередь коммуницируют. Сперва с животным, потом с человеком. Большую поддержку оказывают организации и волонтеры, которые с энтузиазмом подходят к делу и стремятся помочь особенным детям. Кстати, в центре ребята активно занимаются и творческой деятельностью, во время которой раскрываются их таланты. Наша задача – раскрыть, пробудить, развить детей. То есть это наша первостепенная задача. Потом уже идут такие задачи – обучить чему-то, скорректировать как-либо поведение. Но это уже как бы на втором плане. То есть первый план – это, конечно, для нас раскрытие ребенка. В первую очередь, чтобы он сам себя понял, чтобы он сам ощутил себя, чтобы он смог самореализоваться за счет наших занятий. Марина Караваева работает довольно длительное время с особенными людьми. Являясь режиссером театрального пространства «Четыре форточки», она убеждена, что занятия творчеством очень полезны. С малышами Марина начала работу как игромастер. Оказалось, что дети совсем не умеют играть. Мы придумываем разные сценарии. Каждый раз у нас какая-нибудь тема. И ребята приходят, включаются. Для них это каждый раз сюрприз. Вот сегодня у нас была новогодняя тема. Мы решили уже заранее зарядиться новогодним настроением. Ребята всегда уходят с улыбками. Им это очень нравится. И я вижу еще то, что из раза в раз они все-таки приходят уже с пониманием того, что нужно будет соблюдать какие-то правила. На сегодняшний день педагоги и волонтеры организации помогают более 30 малышам из 29 семей социализироваться в обществе. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В представлении большинства россиян жители Первого Наукограда наверняка должны быть типичными людьми науки, которые виртуозно жонглируют формулами и не путают Ландау и Лившица. В общем, такими, которых разбуди посреди ночи, они без запинки выдадут знаменитую формулу Эйнштейна. Разве это ли подтвердить мифы о преданных физике обнинцах решила наша съемочная группа? Е равно МС квадрат. Ой, нет. Е МС 2. 22 квадрате. Не знаю. А можете назвать главную формулу Эйнштейном? Эйнштейном? Да. Альберт Эйнштейн составил формулу энергии. Да, вот. Е равно МС квадрат. Вот, я знаю английский язык, но русский это Е равно МС, это МС и скорость. С квадрат. Отлично. Спасибо. Здорово, спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Равин. Равин? Да, Равин из Шиланга. Какова формула энергии? ЕМС квадрате, по-моему. Можете назвать формулу энергии Эйнштейна? Нет, не помню. Е равно МС квадрат. А расшифровать можете? Масса и энергия равна масса на скорость света в квадрате. То есть энергия и масса зависят друг от друга, перетекают друг от друга, так сказать. По сути дела, во Вселенной все энергия. Киловатом. А, ну там, да. Какая именно? МС квадрат. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости». Который выходит по будням в 19 часов. До свидания.